Предлагаю дать слово представителю Следственного комитета России Светлане Петренко, которая расскажет об этом деле. Следственным комитетом России продолжается расследование по уголовному делу в отношении бывшего министра Российской Федерации по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Устанавливается местонахождение одного из соучастников Сергея Ильичева, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России. По данным следствия, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Совместно со своими соучастниками он похитил мошенническим путем 4 миллиарда рублей, принадлежавшие Сибирской энергетической компании и региональным электрическим сетям. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж на подконтрольную Абызову офшорную компанию. Своими противоправными действиями соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края. В ходе допроса в качестве обвиняемого Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, при этом свою вину не признал. Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства. В рамках уголовного дела также проведены обыски по месту жительства и работы фигурантов уголовного дела, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Следствие проверяет Абызова и его соучастников на причастность к другим преступлениям. Это представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Для вас телефон 289-99-33. Уважаемые радиослушатели, каковы ваши прогнозы по делу Абызова? Появятся новые обвинения? А может быть это обвинение развалится? Будет ли этот суд добросовестным и будет ли он справедливым, правосудным? Как считаете вы? Звоните, высказывайте ваше мнение, а я предлагаю еще поближе познакомиться с героем нашей истории, героем, конечно, в кавычках, и послушать справку комсомольской правды о том, кто такой Михаил Абызов. Будущий министр федерального правительства и фигурант списка самых богатых россиян Михаил Абызов родился 46 лет назад в Минске в небогатой семье. После смерти отца в 14 лет был вынужден пойти в разнорабочие, был грузчиком на пивзаводе, но затем получил приглашение на учебу в Москву в физико-математический интернат при МГУ. В 90-е Абызов бросил мехмат, начал заниматься коммерцией, сначала возил ширпотреб из Турции, затем кетчуп, сигареты, алкоголь из Болгарии. Тогда же познакомился с новосибирским бизнесменом и депутатом Госдумы Иваном Стариковым, стал его помощником, после чего основные деловые интересы сосредоточил на Новосибирской области. Как энергетик и помощник депутата Абызов знакомится с Анатолием Чубайсом и когда последний в 98-м году стал во главе РАО ЕС России, Абызов возглавил в этой госкомпании департамент инвестиций и бизнес-проектов, а через год становится уже замом председателя правления энергомонополиста. В 2006-м Абызов готовился стать главой комиссии по инвест-проектам РАО ЕС России, в планах которой было освоение более 2 триллионов рублей, но его кандидатуру на пост главы комиссии, как считается, зарубил министр экономики Герман Греф. И Абызов уходит из госкомпании в большой бизнес, управляет своими энергоактивами, Мостатрестом, сельхозкомпанией Капитане, в том числе Страусиной фирмы на 3000 голов. В 2012-м Абызов становится советником Дмитрия Медведева, а с мая 12-го министром по делам открытого правительства. Все это время Абызов не скрывал своих либеральных взглядов, хотя и сторонился публичной политической активности, но на митинг протеста на Болотной в 2011-м ходил, чтобы, цитирую, оценить обстановку и понять настроение людей. В 2012-м Абызов становится советником Дмитрия Медведева, а с мая 12-го министром по делам открытого правительства в Кабмине Медведева. Не получилось у Абызова стать и министром экономики. В итоге он проработал на должности фактически министра без портфеля до ее упразднения в 2018-м году. Абызов признавался самым богатым членом правительства. Например, согласно официальной декларации о доходах и имуществе за 2015-й год он заработал 455 миллионов рублей. А в 2018-м Форбс внес Абызова в список 200 богатейших людей страны с состоянием 600 миллионов долларов. Жена Абызова, Екатерина, во время его нахождения на министерском посту занималась фактически управлением бизнесом мужа. У них трое детей. Честь Абызова проживает в Чикаго. В 2016-м пришла информация о том, что Михаил Абызов расстался с супругой. Михаила Абызова связывают со многими влиятельными политиками и бизнесменами. В первую очередь это Анатолий Чубайс, с которым он работал еще в РАО ЕС России. Вот такова судьба Михаила Абызова. На сегодня, наверное, самого известного экс-министра, но известного, увы, не по хорошему поводу в связи с уголовным делом. 289-99-33. Это телефон прямого эфира, телефон студии радио Комсомольская правда. Для вас, новосибирцы. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Вот вы знаете, ну понятно, что суд разберется, следствие разберется, но дело даже не в этом. Вот слушаешь его биографию и думаешь, вот чего человеку не хватало? Вот чего ему не хватало? Все было. Нет, тут надо обязательно влезть и сделать так, чтобы вот обязательно вот нужно украсть. Вот вы знаете, хочу привести пример такой из области фантастики. Вот вы представляете, конструкторское бюро Королева Сергея Павловича получает деньги, предположим, на запуск первого космонавта в космос. Собирает он своих главных конструкторов и говорит, ну что, мужики, деньги получили, давайте что делать-то будем? У меня предложение. Давайте отмутим маленько, да? Вот тебе, Мерседес, тебе, тебе, мне, Майбах, я себе виллу куплю, тебе трехкомнатная квартира, тебе двухкомнатная, тебе... Так, что у нас там осталось? Ага. Ну что, мужики, давайте-ка быстренько сейчас ваграним что-нибудь, Юрку в космос запустим. Ну, вернется, молодец, героем будет. А не вернется, ну, скажем, все это в новизну, неизвестно, жертвы тоже как бы понятны, и будем просить деньги на новое. Вот сейчас по этому принципу работают вот все вот эти вот госкорпорации. Раньше такого было бы невозможно. Раньше вы давно бы к стенке бы поставили. Ну и, кстати, космическая, космическая отрасль тоже, да, которую вы привели мне в качестве примера. Да, я привел такой, знаете, ну я привел пример, как бы оно могло быть бы, но такого бы тогда бы никогда не было. А почему? А потому что воспитание людей было бы другие, цели, задачи были другие. И вообще могу сказать, что Сибэка, вот самая организация, мне когда-то доводилась с ней работа, честно говоря, организация гнилая от начала до конца. Почему как это проявлялось? Ну, проявлялось как. Я, как бы они сами когда-то на меня вышли лет 15 назад поработать по запчастям, по грузовым автомобилям. Значит, первое предложение, которое у них сразу было, вот давай так, нам максимальная скидка, мне 15% на лапу, но остальное, что тебе останется, я сказал, ребят, до свидания, бай-бай-бай. То есть сразу предложили вот эту систему отката, по сути, получается, да? Поэтому, честно говоря, нет, ну, вот могу одно сказать, и вот с этого сейчас, сейчас все начинается. И вот, еще раз скажу, вот слушаешь его биографию, ну, прям золото, а не человек. Понятно, что разберется тут, может быть, я тут немножко эмоционален, но могу одно сказать, что чего человеку не хватало? Острых ощущений, вот он их хотел, он их получил. Ну, в общем-то, всего-всего доброго, до свидания. Спасибо. Я предполагаю, что, скорее всего, Михаил Абызов хотел несколько иных острых ощущений, но получилось то, что получилось. Итак, обвиняют его и его предполагаемых соучастников в мошенничестве в особо крупном размере. В чем суть этого обвинения? Пока правоохранители не рассказывают, тайна следствия, но есть информация, что вроде бы речь идет о сделке. Предположительно, Михаил Абызов и его товарищи, другие топ-менеджеры от энергетики совершили сделку, продав государственному предприятию акции ряда энергокомпаний за те самые 4 миллиарда рублей. Тогда как фактически их цена была во много-много-много раз ниже. То есть, была в пределах 200 миллионов, продали за 4 миллиарда. И сейчас защита Михаила Абызова настаивает на том, что это экономический спор, что это никак не уголовное дело. Ну и напомню, что сам Михаил Абызов вину не признает, но утверждает, что готов сотрудничать со следствием. Четверых предполагаемых подельников, тех, кого считают виновными в следствии, также взяли под арест, как и самого Михаила Абызова, но одного человека не взяли. Не взяли Сергея Ильичева, который успел скрыться. По данным следствия, он сейчас где-то скрывается. Возможно, в ближайшее время его все-таки найдут, но вот пока нет. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Александр, ну я, во-первых, вот слушал биографию. Как-то у меня один момент, ну понятно, что кратенько говорят, но в 14 лет остался без отца, сам начал работать. А потом, был приглашен в Москву на учебу. Был приглашен марсианами, кем? Вот, понимаете, много ли вы видели молодых людей в 14 лет, оставшихся без отца, которых пригласили в Москву на учебу? Как-то вот, как-то вот интересно. То есть, такое ощущение, что где-то еще кто-то есть. Кто-то ему помогал. Конечно. Потом здесь продал. Вот вы купите автомобиль, а потом возьмете его и продадите кому-нибудь в пять раз дороже. Вы сможете так сделать? Нет. Значит, кто-то подписывал эти бумаги, что вокруг одни дураки сидели, что не видели, что в четыре раза дороже продается. Ну, там идет речь даже о том, что в 20 раз дороже, но, повторюсь, это пока не... Ну, это в разы. Да, только я бы знаю, что это пока предварительная версия из неофициальных источников. Но, может быть, что... Да, но нам предлагалось действительно на 15% вдруг начать платить. И, ну, я уж так в довесок скажу, что уже вот сейчас думаешь о том, что нам повысили тарифы на бытовые, ну, на отходы. И, думаю, там появился новый обызов, который вот... Отходы будут вывозить точно так же, а только платить будем гораздо больше. А потом виллы в Испании пойдут. Утро доброе, Виталий. Вы знаете, вот... То, что его арестовали, это не просто так. То есть таких людей просто так, по подозрению, не арестовывают. Значит, там есть определенные какие-то с его стороны косяки. Это однозначно. Но я бы хотел сказать даже не о нем, а о той системе, которая, в принципе, в нашей стране является, наверное... Она вообще, в принципе, давно, казнократство, да, но вот эта система, она пропитана с 2000-х годов. Из отката ты никуда. То есть он бы никогда в жизни не достиг бы тех должностей, если бы он не был частью этой системы, если бы он не делился бы и так далее, и так далее. То есть это однозначно. То есть сначала откровенно деньги платились, да, потом частью бизнеса рассчитывались, земельными участками и так далее, и так далее. Вы не верите, что можно пройти вот такой карьерный путь честно? Нет. Я же вам и говорю, нет. Никакой зарплаты чиновника, пусть даже, там, не знаю, там, со всеми теми и бонусами никогда не хватит на то имущество, которое у него есть. И таких, на самом деле, очень много. Я не знаю сейчас, почему... Я не могу объяснить, почему сейчас пошла вот эта волна арестов. Наверное, скорее всего, они настолько уже заелись, да, но уже, то есть миллионы, 10 миллионов, это уже, ну, это даже неинтересно ни для кого. То есть это уже, наверное, не знаю, миллиарды, миллиарды рублей. То есть они просто, не знаю, они едят, едят, едят. Ну да, по данным списка Forbes, состояние Михаила Абызова, это 600 миллионов долларов. Это только, скажем так, официально, да, то, что можно было в открытых источниках раскопать. А что неофициально, то есть там... Не исключено, не исключено даже, что мне больше, безусловно. Спасибо вам за звонок. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. А вы меня не выключили? Не выключил. Да, сбой, видимо, прошел, произошел, но теперь точно выключил. Здравствуйте. Доброе утро, Алексей. Вы знаете, ну вот по тому, как, что у нас в стране произошло, для меня вообще кажется, что у нас в списках Forbes, по идее, никого не должно быть. Так, почему? Ну, я так считаю, что экономика, состояние экономики, и вообще у нас было совестливое общество, у нас не должно произойти того, что произошло. Что касается, вот... Алло. Я пытаюсь понять, Алексей, что значит, ну не должно, да, люди не должны воровать, несомненно, но это происходит, так, видимо, общество построено, это есть везде. Ну, вот, что касается Абызова, за него, вот, я почитал, миллиард валя рублей, ну, откупных, что-то, в сезоне держать. Да, защита предлагала в качестве залога один миллиард рублей, но суд не принял такое предложение. Да, ну, теперь, кто, ну, предлагал, или, как бы, кто в защиту его стоит, это Дворкович, как я прочитал. Ну, Дворкович, это люди, которые поручались, да, а также Анатолий Чубайс, да. Тимакова и прочее. Я думаю, здесь связано все-таки с государственными секретами. У нас за то, что, за велосипед, как это в фильме, у нас можно всю жизнь просидеть, а за вагоны у нас ничего не будет. Я думаю, это все-таки связано с какими-то секретами, которые все-таки этот молодой человек, я думаю, язык где-то развязал, его взяли, и, по-моему, его не отпустят. Спасибо, Алексей, принято мнение. Доброе утро. Алло, здрасте. Здрасте. Николай, вы знаете, я вот еще один момент поддержу Александра. Он там упустил. Он сказал, 14 лет пошел работать, пригласили в Мехмат, а потом он бросил Мехмат, то есть, получается, диплома он не получил. Нет, он потом учился, уже он в возрасте... В поле рабочей молодежи, да? Нет, он получил высшее образование, но будучи уже таким взрослым, достаточным человеком, в возрасте, по-моему, 28 лет. Ну, понятно. Прикупил, короче, дипломчик. Не знаю, но... Я, знаете, у меня два вопроса. Вот есть такой анекдот, он нехороший, я его в эфире рассказывать не буду, но у него там констатация такая. Откуда, ребята, у вас такие друзья? Вот, я задаюсь двумя вопросами. Откуда у нашего правительства, ну, у премьера, скажем так, у его министров такие друзья? Ну, вот, если вы общаетесь с журналистами, у вас друзья журналисты, да? Если я общаюсь со строителями, у меня друзья строители, если они общаются с ворами, значит, у них друзья кто? Воры. Вот, вот, у меня только такой вывод. Я по-другому... Это вы насчет союзников обызова, тех, кто поручается с ним? Да, кто его поручился, кто его в правительство пригласил и прочие дела. И, вы знаете, вчера про наказание разговор шел, я не дозвонился просто. Я думаю, таких людей не надо садить. Если здесь вопрос в экономике состоит, то садить их не надо. У них надо забирать все до копеечки. Я не знаю, каким образом. Ну, там, я не знаю, пытать его, чтобы он вернул из офшоров эти деньги, чтобы он ушел из СИЗО голый, босый и опять начал зарабатывать, чтобы он прочувствовал жизнь в нищете. Вот, когда, наверное, они перестанут воровать. Потому что люди воруют, чтобы заработать деньги. У них эти деньги... Решение свободы для них ничего особенно не несет, потому что там, ну, приведут ему и женщину в СИЗО за деньги. И что, если они у него остались, без проблем. Я тоже... Вот вчера разговаривал там, один товарищ названился, ремонт туалета сделал, и ты там в лучших друзьях разговаривал с ребятами, которые сидели. Я одного человека знаю, который только в прошлом году паспорт получил, а я его знаю уже лет 20. Его отпустили из тюрьмы, он дал денег, его просто из тюрьмы отпустили, без документов. И он 20 лет вот только в прошлом году добился получения паспорта, понимаете? То есть, как бы, за деньги делают все. Поэтому только вот отнимая деньги, можно как-то... доказать. Спасибо вам за комментарий. Доброе утро. Да, и секундочку, добавлю, что в 2000 году, по данным открытых источников, Михаил Абызов окончил Московский государственный открытый педагогический университет. Это было ему 28 лет. Владимир, приветствую еще раз. Да, доброе утро. Я хочу напомнить, вот когда было... хотели повысить на 15% тарифы, и было возмущение в Новосибирске, тогда господин Алексей Навальный уже тогда выпустил ролик, и всю эту схему он тогда в ролике рассказал, показал с квадрокоптера все эти владения Абызова в Испании или в Португалии у него там где-то. Все это было показано. Да, там виноградники, оливковые плантации, огромный дом. Но, Владимир, секундочку, очень важная деталь. Он показал те богатства, которыми располагает Михаил Абызов. И это, конечно, это колоссальное богатство. Но не было каких-то свидетельств о криминале со стороны Абызова. То есть была параллель, что вот он повышает тарифы, и вон как он живет круто. Но не было каких-то данных о том, что он совершает преступление. Да, теперь еще один случай хочу рассказать про Сибека. Это действительно такая гниловатая была компания. Надеюсь, была, если она может еще... Ее может уже нет. Сейчас практически все акции Сибека ушли сибирской генерирующей компании. Да. Так вот, у меня был... С ней судился Сибека. У меня дом изначально был на центральном теплоснабжении, и я решил от него отключиться. Подстроился в котельную, отсоединился от Сибека, и они подали на меня в суд. То есть я заплатил все, что я был должен. Они подали в суд, изначально обманув суд, в том, что я три года вообще ни копейки не платил. Мало того, меня никто в суд не вызывал. Это все было издано судебным приказом. И только когда от судебных приставов пришел, вот только тогда я узнал, что, оказывается, надо мной был суд, и они этот суд якобы выиграли. Ну, естественно, я судебный приказ обжаловал, и они полностью отказались от иска, и попросили в суд вернуть государственную пошлину в размере двух с половиной тысяч рублей. А подавали на 80 тысяч на меня. И вот так вот без меня все меня женили, и все уже судебные приставы работали. О, какие дела. Это к слову, Сибека. Я понял вас, Владимир. Да, спасибо за это дополнение. Доброе утро. Да, здравствуйте. Несколько может неожиданно прозвучить, но я хочу, в общем-то, в прямом эфире, что ли, благодарность Владимиру Владимировичу Путину выразить. Потому что вот спрут, в котором участвуют, там, этот, Чубайс, Аббылов, там, все прочее, вот это уже, как говорится, давно захватил страну. Путин изо всей силы с этим спрутом борется. Замечательно. И следующее. Вот тарифы, да, действительно, особо у Сибека большие были. Не зря в последнее время, вот говорят уже, так же в правительстве, что там в четыре раза эти коммунальные услуги, как говорится, берут с нас больше, чем положено. А проверить невозможно. Нам дают тарифы по ушаю, это говорят, вот в себе стоимость такая, вот все, вот она в себе стоимость, значит, на Вилу, Абылову и тому прочему. А это, померяя как бы не те затраты, которые действительно для обеспечения нужд населения должны тратить всякие вот такие Сибека. Его взяли под арест, несмотря на то, что вступались поручители, которые утверждали, что можно оставить вызова под залог или оставить его под домашний арест. За него вступались видные персоны, включая Анатолия Чубайса, Аркадия Дворковича, Чулпан Хаматова, кстати, в том числе. Но суд, тем не менее, взял его и еще четверых предполагаемых подельников под арест. Не взяли одного, который успел скрыться. Теперь его разыскивают правоохранительные органы. Для вас, уважаемые радиослушатели, открыт телефон прямого эфира 289-99-33. Здравствуйте, доброе утро. Вы в прямом эфире. Да, вы в эфире. Доброе утро. Вот, Вадим, потихоньку и начинает скрываться и в нашем регионе. Вот они, общедомовые нужды, которые у нас возникли в муниципальном социальном фонде. Вот они, все оплаты соцнанимателей за ремонт и содержание общего имущества. Вот они все макинаторы. И вот четко говорил предыдущий выступающий, и суды тут же работают на их стороне. И суды за спиной взимают деньги даже с этих же пенсионеров, которые отработали не только на свое государство, но и потеряли своих отцов на той войне. Но я хочу сказать, что в данном случае не вскрываются какие-то конкретно платы за общедомовые нужды. Речь идет о Михаиле Абызове, который возглавлял холдинг, в который входила сибирская энергетическая компания, и по сути он получал доход со всей энергетики, которую поставляла Сибека. Доброе утро, здравствуйте. Это прямой эфир. Да, 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 вы в эфире. Вот я по поводу этого, обызывали, обызывали. Абызов, Михаил Абызов. Вот послушайте, на санкционной 50-2 в этом году Сибек нам принесли перерасчет в 4,5 тысячи с каждой квартиры на весь дом. У нас квартиры по 28 метров, коридорная система маленькие квартирки. Два года назад они принесли по 3,5 тысячи. И что мы должны делать? Мне вот 84 года, куда я должна идти жаловаться? И получается в этом году уже я должна заплатить за февраль месяц 5,5 тысячи за отопление. А скажите, пожалуйста, расчеты верные? Вы в расчетах сомневаетесь или нет? Да, я все посчитала. Чего там считать отопление? У нас как шло и позвонила племянница, у нее такая же квартира. 550 рублей, 555 мы платили ежемесячно за отопление. Сейчас мы должны платить около тысячи рублей за отопление. Уже принесли, заплатили за февраль месяц. с управляющей компанией пытались разобраться? Управляющая компания, я сейчас скажу минуточку. Ну, надеюсь, вы не очень далеко ушли. Это все-таки прямой эфир. Если вы пошли в соседний подъезд к руководителю, председателю управляющей компании, то это будет слишком долго. Так, так. Так, 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 кто у нас? Да вы мне просто скажите, вы с управляющей компанией пытались разобрать эту проблему или нет? А мы с ними пробуем разобраться. Они говорят, Сибек начисляет и все. Я в Сибек два года назад еще помоложе была, ездила туда в Сибек. Туда к ним не пройдешь. Принесла мне распечатку это, там сидит женщина, распечатку, все в распечатке, перерасчет за весь год 3,5 тысячи, а вот сейчас 4,5 тысячи перерасчет, вот за февраль 5,5 тысяч платить. Понятно. Смотрите, давайте так, если вы считаете, что вас обманывают, я просто предлагаю попробуйте обратиться в правоохранительные органы, попробуйте обратиться в прокуратуру. Я знаю, что около года, даже немного более назад, жители нескольких районов обратились в прокуратуру, увидев на их взгляд неправомерную лишнюю строчку в квитанциях на оплату. И прокуратура подтвердила, что строчка была незаконная, ее убрали с квитанции. Ну а те люди, которые успели оплатить, они получили право на возмещение этих денег. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, меня зовут Дмитрий. Значит, по поводу Абызова, ну понятно, что это была изначально спланированная акция, понятно, что его никакая Чулпан Хаматова бы уже не смогла уберечь от заключения, сто процентов его посадили, потому что, ну раз уж журналистам рассказали, раз уж подняли такой типич, то естественно его посадили хотя бы в тюрьму. Вот вопрос не в этом, вопрос в том, что изменилось для граждан. Вот когда посадят хотя бы одного судью у нашего новосибирского, да, за все те неправомерные решения, которые он выносил в пользу сильных мира сего, которых сейчас, кстати, сажают, вот тогда я сниму шляпу. Или если вдруг посадят, допустим, моего тезку из правительства, вот тогда я сниму шляпу, но мы же с вами понимаем, что быстрее посадят меня за мои высказывания, чем его за его предыдущие. На моей памяти я помню в Новосибирске только один процесс, связанный с заведомо неправосудным решением. Возможно, вы его тоже знаете, это судья Глебова. Говорит вам о чем-то? Судья Глебова говорит, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что судья Глебова на тот момент была заказана, и это как бы уже все, по-моему, даже журналисты это тоже в курсе. Вот, это простая заказная вещь, точно так же, как сейчас с министрами. То есть убирают всех, кто не угоден, для народа-то ничего не меняется, понимаете, не меняют, не сажают, там, не знаю, начальников ЖКХ, не разбираются с этими, с проблемами, которые у народа. То есть не разбираются с тем, как у народа эти ребята воруют. Даже больше скажу, даже когда сажают у нас предстоители правоохранительных органов, тех же оперов, да, вот посадили, помните, мы с вами общались, но ведь дела, которые они вели последние 10 лет, их же не разобрали. Не разобрали, кто из этих ребят сидит уже неправосудно. Я имею в виду из этих самых, из посаженных этими людьми. Понимаете, в чем дело, никого дальше цепочку не разматывают. Вот они отчитались, крикнули на весь город, смотрите, мы посадили этого, ну хорошо. А дальше кому ли от этого легче стало? Ну сядет на его место другой, который более угодный. Так же с Абызовым будет. Я еще раз говорю, Абызов сам, сам по себе, он не пострадает сильно, потому что, если мы вспомним того же Ходорка, который, как я вчера уже говорил, прилюдно послал нашего любимого верховного главнокомандующего, даже у него не все отобрали. Да, он сидел 10 лет, да, он страдал, но он же на что-то в Германию уехал. Я думаю, Абызов, или он себе такого ничего не позволял. Он просто воровал, как все нормальные министры. Вот. Ну там, ну, все, кто более-менее к власти имеет отношение. Спасибо, Дмитрий, за участие в эфире. Может быть, не каждый понял, о чем идет речь. Я поясню, вот Дмитрий упомянул историю, когда привлекли к ответственности сотрудников полиции, но не разбирались, не были ли пострадавшие еще от действий этих сотрудников. Речь, скорее всего, Дмитрий ввел о том приговоре, который получили бойцы, занимавшиеся борьбой с незаконным оборотом наркотиков. Их уличили в том, что они сфабриковали уголовное дело. Уличили и отправили в колонию. Но что, если таких жертв, фабрикации уголовных дел у данных полицейских было много, вот с этим действительно по большому счету и не разбирались. Да не по большому счету с этим вообще вопросом не разбирались. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый. Меня Роман зовут, очередной раз вам дозвание. Да, Роман, который знаком с бывшим мэром Бердска Ильей Потаповым. Да, 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 я с вами сам, привет Николай, я тоже Бердска. Одно хочу вам сказать, вот вы сами можете себе представить, он один миллиард рублей, он только залогу хотел уже дать. То есть это о чем говорит, значит он уже у него есть в наличии на российских счетах, даже которые не арестованы, значит он украл не 4 миллиарда, а намного больше. И сами можете представить, ему отказали, да, и как его сейчас распростертыми объятиями, я представляю, там наверное даже с караваем в руках администрация СИЗО встречает. Это 100%. Еще хочу одно сказать, как бы это все что он наделал, это не он сам это точно, потому что ну это есть какая-то лохматая рука, 100%. Не надо далеко ходить, даже вот предыдущий звонивший Николай, он тоже берчанин, у нас была ситуация в городе, не буду говорить фамилию предпринимателя, тоже сажали его за хищение 740 миллионов ущербу государства, ну то бишь берчане знают этот случай, так вы представьте при его обыске у него изъяли печать, печать мэра города, потому что он сам себе штамповал все разрешения какие надо, не просто же так это все, и в оконцовке получил полтора года поселка, ограничились от Сижином, и получил штраф 100 тысяч, а ущербу принес 740 миллионов, где эти деньги, как, все это не просто так, рыба гниет с головы, надо смотреть выше, А Абызов этот, мне кажется, просто какая-то просто пешка, эта вся схема идет не только там, как вы говорите, у них была ОПГ, только по Новосибирской области, по-любому их кто-то курировал выше, а тут может он маленько оборзел. Роман, я прошу вас не кладите тропку, вот несколько минут назад мне позвонил радиослушатель с предположением, что если окажется Абызов в колонии, то будет хорошо жить, и вот там может быть ему это без проблем, это без проблем все там будет. женщину тоже могут привезти? Ну, при мне, когда я был в некоторых местах, не буду говорить конкретно, в одно время это стоило полторы тысячи. Идешь на ночь на свиданку, и какую хочешь женщину, ну женщину как приведут, ты же сам выбираешь женщину, я думаю, не настолько надо быть оборзелшим, чтоб тебе еще и человек в погонах женщину приводил. Скажешь, какую надо, дверь откроют, переночевал и все. Подождите, полторы тысячи это за что? За то, чтобы... Ну, чтобы я ночь провел хоть с кем, хоть с девушкой, хоть с парнем, хоть с другом. То есть полторы тысячи стоит незаконное свидание, по сути, правильно я понимаю, да? Ну, как незаконное, оно-то будет законное, администрация это сделает, как будто мне выделили поощрение за очередное там какое-нибудь, что я там зарядку там хорошо делаю, режим якобы, якобы исполняю. Ну, вы знаете, полторы тысячи не очень большие деньги, на мой взгляд, в принципе. сейчас-то уже дороже, ну, я думаю, с миллиардом денег, который он захотел оставить в залог, как бы, но, извините меня, там его, по-моему, сумма не будет вообще интересовать. А вот у нас некоторое время назад в эфире были сотрудники ГУФСИН, и... Я с ними разговаривал, помните, я звонил тогда, они сказали, что фактов нет, чему верить, я тогда звонил, хотел с ними договорить, только что-то не получилось все мне, просто я бы им некоторые фамилии преподнес, насчет которых они знают. Лукичевы, кинцлеры, которые были в колонии ИК-3, один был зам начальника, второй был по воспитательной работе, у одного при обыске нашли около 150 грамм героина, в стейфе его посадили, а Лукичева на видеосвязи ФСБ заняло, как он занимался изнасилованием, ну, как вам сказать, обиженных экзеков. И в оконцовке они все сидели по полтора, по два года. Лукичев это же сейчас в Искитиме живет и сотрудничает, ездит на хорошей машине, сейчас он занимается банковским делом, кинцлеры, я не знаю, сейчас что делают, но тоже там копеечные строка. Это сотрудники колонии, бывшие, я так понимаю, да, об этом? Конечно, конечно, вот когда вы меня хотели спросить по фамилии, просто не успели сказать, женщина эта прокурорша засмеяла, что до кого там, типа доказательств нет, фамилии там, нет, фактов нет. Ну я, кстати, готов снова пригласить людей на эфир и можем, если вы готовы. Они это все прекрасно знают, всю эту систему, я же вам вчера говорил, что хоть здесь по радио, как говорится, на воле, видно вот эти все коррупционные схемы, а там за забором никто, люди, никто ничего не видит, вы себе можете представить, они там живут, как хотят. Вот позвольте еще на секунду, вернемся к вашему пребыванию совместному с Илёей Потаповым. Это, кстати, какая колония была? А я с ним был не на колонии, я с ним был в СИЗО и, ну, несколько месяцев мы находились. А, но вы были в разных блоках, вероятно, или в одном? Почему? Мы ночевали, ну, в Сибирске-то, на ИВСе, там мы находились в одной камере не один день, не один раз. В ИВСе и потом еще в изоляторе? Ну да, и в изоляторе. Ну, в течение, ну, они судились там почти 20 с чем-то года, он и Мухаммедов, и то, и то, я знаю. А я где-то год катался. Мухаммедов, по-моему, помощник, если я не ошибаюсь, или заместитель его. Ну, зам, 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 заместитель, да, да. Скажите, а алкогольные напитки? Ну, а зачем мне по этому поводу на весь эфир рассказывать? Если хотите, лично мне позвоните, я могу рассказать. А зачем? У нас же сейчас прекрасно все слушают, тем более, у меня вот я как освободился, такую симку не поменяю, постоянное это эхо, незаконное прослушивание идет, робот записывает все. По этому поводу, как бы, если будет у вас программа, мне тоже много есть чего сказать. Договорились, Роман, будем общаться. Спасибо вам. Николай, большой привет, хотел на весь эфир передать, вы можете как-нибудь нас в контактах с ним встретиться, потому что я-то тоже строитель коронавщик, башенник, потому что меня просто затеялось на даче стройка, хотел у него маленько посоветов, маленько каких-нибудь простите, спасибо большое. Спасибо, Роман.